доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала вкусно жить не запретишь с вами рубрика мужская кухня я сегодня хочу поделиться с вами рецептом как я буду готовить скумбрию холодного копчения вот такую купила скумбрию здесь у меня ровно 3 килограмма эту скумбрию я брал в среднем она мне вышла по 70 гривен за килограмм вот ну а копченая естественно продается где-то порядка 150 160 в зависимости с головой или без головы ну у нас это скумбрия сейчас с головой она была у свежемороженое вот сейчас мы едет свечем головы почистим ее от внутренностей вот промоем и будем готовить рассол и будем ее солить солить мы ее будем течение 3-4 дней после чего повесим ее на просушку где-то на денек и будем коптить холодно для удобства берем доску берем нож доску я покрыл пленкой пищевой чтобы доска не напитывала вкус рыбы облегчим так сказать себе такой маленький труд вот так вот обрезаем голову голову обрезаем перед плавниками и сразу эту рыбку отклад отлаживаем сторону потом будем ее каждую чистить от внутренности следующую голову отсекли вот рыбку сразу можно убирать в умывальник чистенький вот где она там промоется у нас от крови видим да какая кровь спрашивается если с головой но зачем нам это надо чтобы напитывалась наша рыбка такая шикарнейшая которая будет вкусненькая более это рыбка уже брал я ее сети магазинов рекламу не буду делать вот жирненькая хорошая других такая вот в разных брал чуть-чуть суховатая нет той жирности то есть прежде чем это делать надо так сказать продегустировать в некоторых сетях и узнать где какая рыба какой сети так теперь и так вот пальчиком аккуратненько берем вот туда вводим и стараемся оттуда вытащить это тот и все кишки которые там есть подтаскиваем так и вычищаем потом это все дело промоется берем следующую некоторые брюшки разрезают я этого не делаю вот если аккуратненько вот они все выходят видно там что остается тут прямо же в самом это можно тоже так вот поддавить чуть-чуть пальчиком вот и оно все выйдет видите да то есть ничего там не останется то же самое здесь придавил вот так вот тут вот и сюда и тут пальчиком раз поддел и все оно выходит вся эта нечисть спрашивается зачем оно нам надо когда многие видео видел готовят это может быть на любителя может кому-то что-то это нравится не знаю вот я готовлю лично так поэтому этим рецептом делюсь с вами вот ну и призываю все должно как бы эстетически быть головы пойдут на корм животным вот скумбрию я пробовал брать и без голов но она перемороженная теряется это лишняя влажность и она не столько вкусная поэтому лучше как говорится потерять немножко в весе и купить все таки головой и самому эти головы удалить вот так вот я все почистил дорогие сейчас я ее промою наши зрители время для вас прошло незаметно вот я ее промыл ну чтобы убедиться что там все чисто я беру вот так вот полотенечко и еще полотенечко там так вот беру так и прокручиваю все лишнее которое там что есть вот оно вытягивается но мы видим что чистенько видите да чисто чисто видим что полотенце тоже чистенькое так берем следующее вот так берем запихиваем туда его проталкиваем вот так вот круговое движение как бы прокручиваем и вытаскиваем аккуратненько вот видим чистенько замечательно просто и так мы делаем так мы нашу рыбку помыли берем полотенечко бумажное и вот так вот его туда там где голову мы отрезали заталкиваем пальчиком и прокручиваем прокрутили и вытаскиваем тем самым мы видим что в середине оно чистенькое чистенькое прекрасно получается так же делаем со следующим полотенечко бумажное аккуратненько проталкиваем туда во внутрь и прокручиваем прокрутили и вытащили мы видим что там все чистенько так мы проделываем с каждой рыбкой нашу рыбку мы промыли хорошо сейчас мы ее будем солить солить мы нашу рыбку будем в рассоле для рассола нам понадобится вода и соль перец всякие специи для холодного копчения я не использую объясню почему пробовал я мариновать как и пряного соления чтобы сделать всякие там перчики всякие специи добавлял но когда коптил я я понимал то что дым в любом случае как консервант забивает все эти специи все эти запахи и что может быть вкуснее скумбрии она сама по себе имеет вкус и что то добавлять ну это если бы она была прорисная именно так как есть подсолить ее чуть-чуть подсушить или в рассоле там прянку сделать тогда да в данном случае когда я вижу что перед копчением там специи это просто выброшенные специи поэтому в данном случае я буду готовить десяти процентный раствор соли и один процент я добавлю сахара сюда то есть на три литра воды я добавлю сейчас триста грамм соли это десять процентов вот и добавлю сюда тридцать грамм сахара сахар это как усилитель вкуса сразу добавляю сахара сразу добавляю сахара 30 грамм и сюда же добавляю соли 300 грамм соль обычная яблок яблок и яблок яблок и больше не использовать в данном деле 328 вот 335 грамм вместе с сахаром видим вот 335 грамм дом Вот этой вот соли мне хватит на водичку, которая сейчас у меня остывает. Кипяченая вода, 3 литра. Сейчас я это все размешаю и залью. И уберу эту скумбрию на 3-4 дня. После чего еще раз напоминаю, данную скумбрию мы просто лишь вытаскиваем ее, протираем ее, не моем даже. Вот, просушиваем сутки, можно 12 часов, можно 6 часов, в зависимости какие условия и какое место для просушки будет. Проветриваемое помещение, не проветриваемое, ну то есть как будет она готова для копчения, мы ее сразу отправим в коптинный шкаф. На 5-6 часов. Когда наша вода остыла, я беру ложку, высыпаю соль с сахаром и перемешиваю. Так, надо это все перемешать. Так, наш рассол остыл. И мы заливаем нашу рыбку нашим рассолом комнатной температуры. Вот такой вот рассолчик, шикарненький. И оставляем нашу рыбку в таком вот положении на трое суток в холодном месте. В принципе, при таком растворе можно и двое суток. Ну, я люблю более такой солонковатый, поэтому держу трое суток. Вот, кто не любит сильно такое подсоленное. Вот, почему? У меня эта рыбка может висеть очень долго, за хвостик вот так вот подвязана. Вот, и чтобы, допустим, гарантировать ей хранение и безопасность, я ее выдерживаю три дня. Ну, каждый делает по своему вкусу. Вот, поэтому я рекомендую три дня. Вот, попробуйте. Вот, если будет для вас соленковатый, подержите два дня. То есть, можно, в принципе, если кто-то боится, подержит три дня, отрежет кусочек, попробует и будет солененькое. Можно подержать в пресной воде, допустим, три часа. Тем самым вы выровняете эту ситуацию. То есть, это не страшно. Ну, лично я готовлю так. Так, все, встретимся с вами через три дня, когда я эту рыбку достану с рассола и будем эту рыбку вывешивать на просушку. И так, дорогие подписчики и гости канала, вот так вот рыбка у нас выглядит через четыре дня. Рассольчик очень приятного вкуса, приятного запаха. Рыбка уже полностью просолилась, мы видим. Вот, цвет на срезе хороший. Сейчас мы будем сливать рассол, высушивать ее бумажными полотенцами и вешать на просушку. И так мы водичку слили. Вот наша рыбка. Мы ее не промывали. Оставили в том рассоле, как она была. Теперь мы ее вот так вот бумажными полотенцами, салфетками будем ее обмакивать, как бы просушивать. После того, как мы ее просушим, нам необходимо будет на хвостиках завязать такие петелечки, чтобы можно было за хвостики ее подвесить. Вот так вот. Или прокалывать, но хвостики, я вижу, подвесить за хвостики не получится, поэтому придется обязательно прокалывать. как это делают на производстве. Поэтому сейчас я просушу ее, чтобы она была сухенькая. И потом я покажу, что буду делать дальше. И так вот таким нехитрым способом я повесил рыбку. Рыбку с рыбки капает, стекает лишняя жидкость. Вот. Так она у меня будет висеть около суток. Вот. Внизу я такой поддончик, в котором она засаливалась, положил, чтобы собиралась там жидкость. В общем, ждем сутки. И будем вывешивать потом ее на копчение. Ммм, очень жирная. Такая вкусная-вкусная будет рыбка. Сначала я сомневался, что я взял очень жирную рыбу для копчения. Думал, что она у меня разлезется. Но сейчас я вижу, что все-таки я правильное решение принял. Вот, что взял я жирную рыбку. Она чуть-чуть подсохнет. И если бы она была бы нежирной, она бы была бы немножко суховатая. А так как раз будет после копчения в окончательном варианте будет все так, как надо. То есть будет идеальнейший вариант. Так прошло, ожидаем сутки. И мы видим, что наша рыбка подсохла. Вот такая вот она сейчас уже суховатая. Ну, что, сейчас я это все снимаю и вывешиваю на копчение. Воды за сутки накапалось с нее очень мало. Так что, в принципе, мы паладельничками бумажными очень хорошо мы осушили. Вот видно, вот такие капельки жира выступают с нее. Рыбка очень жирная, как говорил я уже вчера. Так что сейчас мы ее вешаем копить. на 5-6 часов. Я вывешиваю рыбку нашу в коптильный шкаф. И сейчас мы будем... Так, дорогие наши зрители, подписчики, подводим итог нашей скумбрии ХКБГ. Холодного копчения без головы. Срок хранения данной рыбки будет от 45 до 60 дней при температуре 3-7 градусов в холодильнике. То есть, 2 месяца вот эта рыбка смело может быть нам полезна. Если мы ее не съедим. Но думаю, что судьба ее пару недель, а то и меньше. Вот, поэтому можно хранить ее и больше. очень трудно говорить. Но она тогда превратится в тарань. Поэтому лучше ее, конечно, не скушать судьбу. Потому что пахнет она и выглядит в магазине. К сожалению, такую не купишь. в общем, сейчас мы эту рыбку на 5 дней отправляем в камеру. В камере она будет где-то 5 дней при 12 градусах. Для того, чтобы с нее равномерно, так сказать, распределился тот аромат, который ей получен был за 5 часов, должна уйти поверхностная небольшая горечь. Это всегда вот такое происходит. и если копките там вишней или, допустим, копките черешней, то бывает и кислинка. Эта кислинка в течение 5 дней уходит. В общем, так сказать, для продув... ну, как одушка дыма должна это уйти. Вот. Ну, всем хочется пожелать, чтобы каждый попробовал приготовить вот такую скумбрию сам, потому что эти труды этого стоят. Вот. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Всем пока-пока. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok